МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По-моему, это отличная точка для наших целей. Они называют себя операцией «Чёрные голоса». Группа гражданских активистов уже почти 20 лет ведёт кампанию по привлечению к участию в выборах чернокожего населения и выходцев из азиатских диаспор. Сегодня мы приехали в Натингем для мобилизации населения. Выходцы из афразиатских общин в Великобритании составляют около 15% населения, но в некоторых городах, а значит, и в избирательных кругах, их более 50%. В Натингеме, на родине легендарного Робин Гуда, представители этнических меньшинств составляют четверть населения. По традиции голосуют немногие. Но почему же так важно голосовать на выборах? Да, да, это мой первый раз. Ну, если бы я не голосовал, то мне нечего было бы потом жаловаться на политиков. Короче, мой голос значит, что моё мнение тоже учтено. Подавляющее большинство британцев не участвуют в выборах. И поэтому в политике из года в год сохраняется статус-кво. Растет неравенство, люди недовольны. Всякий раз выборы влияют на то, склонится ли чаша весов в сторону консерваторов или лейбористов. И у нас в парламенте 168 мест под большим вопросом, займут ли их правые или левые политики. Так что политики должны понимать, что мы не просим, а требуем от них, чтобы они учитывали этническое разнообразие избирателей. Они должны работать для сплочения общества, а не для его сегрегации. В британском парламенте 650 мест. Из них только 27 занимают представители этнических меньшинств, которых по всей стране почти 10 миллионов. Но может ли участие в выборах что-то изменить? За кого мне голосовать? Всё равно все кандидаты предложены кем-то ещё. А что, если я хочу за вас проголосовать? Я, может, считаю, что вы лучший кандидат, чем этот парень на плакате. Так что никто из предложенного списка мне не нравится. Все плохие. Ирония ситуации в том, что в момент, когда избиратели крайне разочарованы в политике и в обществе много скептиков, как раз и предоставляется возможность хоть что-то изменить своим голосом, повлиять на положение дел. Многие в Британии критикуют парламентариев за их отстранённость от насущных проблем этнических меньшинств. Люди не видят смысла в голосовании. Многочисленные диаспоры изменили этнический состав многих районов Британии. На востоке Лондона, в районе Тауэр-Хамлиц, в разное время проживали представители французской и еврейской диаспор. Но сегодня эти места называют Банглатаун. По ассоциации с бенгальской общиной. Тауэр-Хамлиц – один из беднейших районов британской столицы. Ансар Ахмед Ула – активист местной бенгальской диаспоры. Расизм был серьёзной проблемой в 70-е и 80-е годы. Каждый, кто хотел хоть как-то повлиять на ситуацию, считал, что следует быть частью уже существующих властных структур. Представители общины стремились к участию в политических партиях, но нельзя сказать, что их принимали с распростёртыми объятиями. И поэтому ушло немало времени, прежде чем у бенгальской диаспоры появился свой представитель в парламенте. Рушнара Али – парламентарий бенгальских корней. Её кандидатура была выдвинута на второй срок. Она работает с избирателями, которые опасаются радикализации молодёжи и, как следствие, исламофобии. Местные бенгальцы до сих пор в шоке от новостей о трёх школьницах, сбежавших в Сирию, чтобы присоединиться к отрядам радикальных исламистов. Рушнари Али – близки заботы бенгальской общины. Мне повезло, я здесь выросла. И хорошо вижу, что происходит в обществе, понимаю насущные проблемы нашей общины. Многие из моих коллег-парламентариев сохраняют связь с избирателями из разных слоёв общества. Я знаю, что многие сегодня серьёзно критикуют политиков. Но одна из замечательных особенностей Великобритании – это наша представительная парламентская система, которая связывает законодателей с их избирательными округами. И это заставляет политиков постоянно держать руку на пульсе, общаться с теми, кто отдаёт за них свои голоса. Владелец ресторана бенгальской кухни Игбаль Уахаб плохо начал. Выходец из семьи эмигрантов, он рано попал в преступную среду. Был исключён из школы. Но затем Игбаль смог измениться. Он окончил университет и открыл свой ресторан, став успешным предпринимателем. Он помогает темнокожим подросткам из бедных семей, стараясь дать им возможность встать на ноги. Активист борьбы против этнической дискриминации Игбаль Уахаб считает, что или и баристы, и консерваторы должны уделять больше внимания этой проблеме. В британском обществе по сей день присутствует расовое неравенство. И если ты молодой чернокожий парень, то у тебя в два раза меньше шансов получить работу, чем у твоего белого друга. Согласно исследованиям, когда на резюме стоит имя англосаксонских корней, вероятность, что кандидата пригласят на интервью, в три раза выше, чем если именно резюме указывает на африканское или азиатское происхождение. Не хочу называть это расизмом, мне кажется, что это неосознанное предубеждение. Люди об этом особо не задумываются, часто я сталкиваюсь с этой проблемой в ходе тренингов. Есть ряд проблем, на которые у власти никогда не хватало времени. И в качестве советника по этническим вопросам я не раз напоминал об этом парламентариям. Но ни лейбористы, ни тори так и не удосужились что-либо предпринять. Сделать хоть что-то против расовой дискриминации и предрассудков. Этой проблемой озаботился и Террел Льюис, который вырос в том же квартале, что и Гбаль Уахаб. Но путь Террела был еще более тернистым. Он отсидел срок. А когда вышел из тюрьмы, решил организовать секцию бодибилдинга прямо на улице. У него появилось много последователей, и он смог открыть свою первую качалку. Выйдя на свободу, я решил взяться за ум. Стал в церковь ходить, потом пошел в местный спортклуб, хотел записаться. А они мне говорят, для членства в клубе мы будем снимать деньги с твоего счета. Я им говорю, что вы что, шутите? Какого счета? Я же до сих пор бандитом был, у меня все деньги под матрасом лежали. Сегодня у Террела, конечно, есть счет в банке. Среди его клиентов банкиры и юристы, но есть также и уличная молодежь, безработные. Были случаи, когда более устроенные члены клуба помогали другим найти работу, давали им советы. Но что касается выборов, то для многих это по-прежнему темный лес. Избирательная система для многих – загадка. Тут ребята многое уже повидали на своем веку. Им пришлось дрожать от страха за свою жизнь. Для них вопрос – а власти для меня что сделали? И я тоже так думал в какой-то момент. Но потом подошел к вопросу вплотную, стал сравнивать одно правительство с другим, пытался понять, какое влияние на жизнь оказывает та или иная партия. Пусть мы не согласны со многим в политике, но что мы можем сделать? Главное не ждать, что кто-то придет и решит за тебя твои проблемы. А помощь политиков – ну это что-то вроде небольшой поддержки со стороны. Буду ли я голосовать? Хороший вопрос. Вам придется последить за мной в соцсетях, там я выскажу свое мнение. Да, я голосовать в направлении. Окей, мы сделаем это. Да, это конечно. Да, это что-то. Всем пока. Крюрика. Субтитры создал D. Леонидов. Здесь какие-то, 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 какие-то. Продолжение следует...